Напомним, второй этап репетиционных испытаний стартвал в январе и принес с собой некоторые перемены. Во-первых, это коснулось бланков. Отныне в них появился персональный код, состоящий из трех цифр. Свообразная защита интеллектуальной собственности для каждого абитуриента. Во-вторых, теперь результаты тестов можно узнать только онлайн и только на сайте Республиканского института контроля знаний. На сегодняшний день, в принципе, физических лиц я не скажу, то есть, наверное, это будет правильный человек от тестов. То есть, примерно около двух с половиной тысяч человек от тестов пройдено. Опять же, наибольшей популярностью пользуются предметы, которые необходимы при сдаче, например, так скажем, или вернее при поступлении в технические вузы. То есть, это физика, математика, русский язык, соответственно, так скажем, химия, биология, ну и иностранные языки. С первого этапа репетиционного тестирования Республиканский институт контроля знаний ввел услугу под названием «Консультация по разбору ошибок». Стоит она в размере 30 тысяч и представляет собой следующее. После сдачи теста абитуриент знакомится с своими результатами на сайте. Если у него возникает желание разобрать свои ошибки, тестируемый должен прийти в центр с квитанцем оплате, где ему и делают запрос в Минск на вышеуказанную услугу. В течение недели на электронный адрес абитуриента приходит его тест с разобранными ошибками. Однако, у этой процедуры предусмотрен альтернативный сценарий. Если захочет, соответственно, этот тест разобраться вместе с преподавателями, то есть формируется группа не более 10 человек, сообщается абитуриенту, когда будут проводиться вот эти консультации, он приходит, соответственно, ему тоже будет выдан тест его, то есть, соответственно, он еще раз может, так скажем, посмотреть на свое тестовое задание и все эти минусы будут при нем вместе с преподавателем разобраны. Сегодня всего около 15 человек воспользовались такой услугой. Небольшой процент говорит о том, что зачастую тестируемые откладывают разбор полетов в долгий ящик, а ведь данная услуга – хорошее подспорье в таком важном деле, как поступление в ВУЗ. Тем более, что по данным из Американского центра контроля знаний, те, кто прошел все три этапа РТ, на летнем испытании показывают результат выше на 20%. Это говорит о том, что репетиционное тестирование – не пустая трата времени и денег. Поэтому у тех, кто по каким-либо причинам не попал на первые два этапа РТ, есть возможность записаться на последний. Вероятно, предварительное испытание послужит залогом успеха на контрольном экзамене, централизованном тестировании.